Крепость Карела Каменная крепость в городе Приозерске на острове реки Воксы, сыгравшая значительную роль в истории Карельского перешейка. Средневековая Карела была самым северо-западным городом Руси. Крепость была заложена на рубеже XIII и XIV веках новгородцами и карелами на острове реки Воксы для защиты северо-западных рубежей республики от шведов. Деревянные стены 1310 года пострадали в результате сильнейшего пожара. В XIV веке Карела занимала площадь в 6000 квадратных метров, состояла из сотни бревенчатых домов, а ее население состояло из 300 человек. Население города занималось земледелием и рыболовцем, а также исповедовало христианство. По сообщению летописи Аврамки в 1364 году, при восстановлении крепости после пожара в ней появилось первое каменное сооружение. Долгое время бытовало мнение, что эта круглая в плане башня сохранилась до наших пор. Однако проведенные в 1970-х годах раскопки показали, что единственная существующая на территории детинца башня – постройка с шведского времени, которая может быть датирована аж второй половиной XVI века. С 1330-х годов Карела управлялась литовскими княжичами, Наримунтом и Патрикеем. Во время Ливонской войны в 1580 году ответшавший детинец был захвачен шведами, которые отстроили его заново. По Тевзинскому миру 1595 года крепость вернулась к России. Однако местное население не было согласно с мирным договором, и поэтому шведам пришлось силой починить себе крепость в 1610 году. И под руководством Швеции крепость была аж до 1710 года. Крепость оставалась шведской и переименовалась в Кексгольм. Однако в 1710 году во время Северной войны крепость была отвоевана у шведов, а к окончанию русско-шведской войны утратила свое приграничное значение. В XVIII-XIX веках служила тюрьмой для политзаключенных. В частности, здесь содержались семья Емельяна Пугачева и декабристы. К концу XIX века Кексгольм был провинциальным городком в составе автономного Великого Княжества Финляндского. С декабря 1917 года он был переименован в Кокисалме. В составе Финляндии город пережил экономический подъем. Активно развивалось железнодорожное сообщение с финскими и российскими городами. Создавались новые лесопильные заводы, а также крупный целлюлозный завод Вальтгорфа. В декабре 1930 года в центре города была воздвигнута Величественная Литеранская Кирха. Однако, в годы Зимней войны город и окружающая территория вошли в состав в СССР. Летом 1948 года были начаты раскопки на территории старой крепости. В октябре этого года Кокисалме, старое название города, переименовали в Приозерск. С августа 1960 года начинаются работы по реставрации крепости Карелла. А с 17 июня 1962 года начинается история этой крепости как историка Краеведческого музея. 25 июля 1988 года Кексгольфский герб был утвержден в качестве герба Приозерска. В октябре 1996 года у стен крепости Карелла снимались эпизоды кинофильма режиссера Алексея Балабанова «Брат» с участием великого актера Сергея Бодрова. Всем спасибо за просмотр. Прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, оставить комментарий под видео. До новых встреч!